Альфред Грибер Авторский курс «Иврит для начинающих» Урок номер 106. Запрос информации. Урок ведёт Альфред Грибер. При минимальных контактах на улице, в транспорте, в магазине и так далее, какие-либо вопросы или просьбы задаются обычно после этикетного вступления. Например, «Слиха». Прости, простите. Извини, извините. «Слиха». Однако, в тех же условиях, при более длительном общении, когда используются вторичные вопросы, уточнения или запросы дополнительной информации, вопросы или просьбы, могут предваряться указанием на желание или необходимость знать что-либо. Например, «Они родца ладат». Я хочу знать. «Они родца ладат». «Они родца ладат». Я хочу спросить тебя. «Они родца ладат». «Они родца ладат». «Они родца ладат». «Они родца ладат». Глагольный инфинитив «леварер» имеет значение «выяснять». Выяснение различных обстоятельств при длительных контактах могут быть выражены следующими фразами. «Ешли шейла?» У меня есть вопрос. «Ешли шейла?» «Анироце лишь оль шейла?» Я хочу задать вопрос. «Анироце лишь оль шейла?» Обращение к адресату с просьбой о помощи в получении информации может быть выражено следующими фразами. «Ани ле йодеа?» Я не знаю, мужской род. «Ани ле йодеа?» «Ани ле зохер?» Я не помню, мужской род. «Ани ле зохер?» Глагол «зохер» имеет инфинитив «лискор» со значением «помнить». «Лискор» «Зохер?» «Ани ле зохер?» «Ани ле яхоль лей зохер?» Я не могу вспомнить. «Ани ле яхоль лей зохер?» Глагольный инфинитив «ли изохер» имеет значение «вспоминать», в смысле «возвращаться мыслью», «припоминать». «Ли изохер?» «Ани ле яхоль лей зохер?» «Ани ле мэвин?» Я не понимаю, мужской род. «Ани ле мэвин?» Глагол «мэвин» имеет инфинитив «легавин» со значением «понимать». «Легавин» – «мэвин». «Ани ле мэвин?» «Ани ле яхоль лягавин?» «Я не могу понять». «Ани ле яхоль лягавин?» «Переспрос или уточнение сведений могут быть выражены следующими фразами». «Имкэн?» «Ани ра цэ лиш оль?» «В таком случае, раз так, я хочу спросить». «Имкэн?» «Ани ра цэ лиш оль?» «Ани ра цэ шэл?» «Ани ра цэ лиш оль?» «Имкэн?» «Ани шо эль?» «Ани шо эль?» «Имкэн?» Имкен царих ливарер. Раз так, нужно выяснить. Имкен царих ливарер. Имкен мэньен ливарер. В таком случае, интересно выяснить. Имкен мэньен ливарер. Имкен ливарер. В таком случае, непонятно. Имкен ливарер. Слово барур имеет значение ясный, понятный, четкий, вразумительный, разборчивый, отчетливый. Ясно, в смысле, определенно, понятно, четко, вразумительно, отчетливо. Барур. Имкен ливарер. Ясно. Ясно. Продолжение следует...